В этом носителе использован доработанный дальний бомбардировщик М-3, обладающий великолепными лётно-техническими и взлётно-посадочными характеристиками, обусловленными высоким аэродинамическим качеством. Для новой роли ему удлинили и усилили фюзеляж, существенно изменили хвостовое оперение, так как крупногабаритный груз затенял кель, установили три опоры и стыковочные узлы. После пробных полётов с макетами орбитального корабля, самолёт-носитель доставил на Байконур уникальный крупногабаритный груз, космический корабль «Уран». Самолёт-носитель завершает свой перелёт на полосе посадочного комплекса космодрома Байконур. На эту же полосу впоследствии «Урану» предстоит приземлиться после космического полёта. Но прежде его доставят в монтажный испытательный корпус, где проведут окончательную досборку, закончат наклейку теплозащитной плитки, установят бортовые вычислительные комплексы, заложат электронную память. Из МИКа у него один путь — в космос. А электронную память, программу полёта и автоматической посадки отрабатывали на стендах, летающих лабораториях, самолёте-аналоге «Урана». На полноразмерном стенде оборудования с большой точностью отрабатывалось полунатурное моделирование реального полёта с имитацией всех внешних воздействий на аэргономические органы управления и их возможных отказов на различных этапах посадки. На стенде проведено более 1400 имитаций посадок. На пилотажно-динамическом стенде-тренажёре проводятся тренировки лётчиков по пилотированию «Урана». В процессе тренировок лётчикам задавались разнообразные нештатные ситуации, которые на этапе посадки в сочетании с внешними воздействиями могут чрезвычайно усложнить задачи пилотирования. Системы управления в автоматическом режиме посадки отрабатывались на летающих лабораториях – самолётах Ту-154, специально переоборудованных так, что они довольно близко по своим аэродинамическим и динамическим характеристикам соответствовали «Бурану». Вместо правого пилота переоборудовано в рабочее место пилота «Бурана» с его приборами и органами управления. У левого пилота для безопасности полёта органы управления штатного варианта Ту-154. Окончательная отработка программы автоматической посадки проводилась в полётах на самолёте-аналоге «Бурана». Это тот же «Буран», но оснащённый четырьмя турбореактивными двигателями и несколько изменённым шасси, позволяющими по самолётному взлетать и набирать высоту для того, чтобы по необычно крутой глиссаде отрабатывать посадку. Самолёт-аналог на этапе горизонтальных лётных испытаний более 20 раз совершал посадку на бетон взлётно-посадочной полосы подмосковного аэродрома, последовательно отрабатывая завершающий этап возвращения «Бурана» на землю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...